Уже больше двух лет в этой кузне варят и куют элементы обмундирования и портативные печки. Вообще разных изделий для фронта здесь делают с десяток видов. Каждое из них дорабатывают с учетом отзывов наших бойцов после тест-драйва. Машины с изделиями на передовую отправляют регулярно. Очередную большую партию всего самого необходимого помогают грузить волонтеры. Сегодня у нас приехал один из полков десантуры. Отгружаем его очень далеко. Ребята приехали, работаем мы с ними тоже очень давно. Мы им грузим сегодня печи дизельные, печи дровяные, баки, кошки. Очень много спецсредств. Нефа памница – это защита безболивших уколов. Грузим гуманитарную помощь. Грузим обереги Сараевского района. Не так давно у бойцов появилась потребность вот в таких вот тележках на дистанционном управлении. За основу взяли чертежи из интернета и описание задач от самих солдат. В итоге получилось устройство с камерой и аккумулятором, который управляется дистанционно. Это уже не новшество и это уже давно нужно на фронте. Тележка, она нужна для подвоза боеприпасов, еды, допустим, в окоп солдату. Там, где он ведет бой. Это элементарно. Человеческие жизни. Там, где не может пройти человек, пройдет тележка. Даже если ее уничтожат, это будет уже не человек, так сказать, не солдат наш. Также на нее устанавливается вооружение. Она может вести бой. А еще на ней можно транспортировать раненых солдат. Радиус передвижения устройства порядка двух километров. Конечно, теперь в планах усилить работу именно над такими моделями. Ведь похожая заводская будет стоить как минимум 250 тысяч рублей. Волонтеров сейчас хватает, рассказывают в кузне. Осенью прошлого года к помощи подключилась Федерация тяжелой атлетики Рязанской области. Волонтеров взаимодействует большое количество. Люди приходят тогда, когда у них есть время. Отрывают время от работы, от семьи. Приходят, помогают. Постоянно приходят порядка 20 человек. Есть и волонтеры, которые радеют за наших солдат с самого начала СВО. Работаю я сварщиком, тут помогаю варить. Почти с самых первых дней узнал по интернету. Умею варить, пришел помогать. Порядка пяти тысяч изделий уже сегодня повезут в зону специальной военной операции. Но и это лишь малая часть необходимого для фронта. А значит, работу будут продолжать. Нам очень нужно металл в первую очередь. С волонтерами стало более-менее налаживаться. Помогает Федерация тяжелой атлетики, председатель Владимира Попова. Ребята стали приезжать. А вот металл у нас сейчас фактически кончается. Арматура, лист, труба, профтруба, квадрат, пруток. То есть нужно все. Мы делаем от спецсредств до тележек. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».